Все-таки отчаянные люди, эти фермеры, знают, что после регистрации крестьянско-фермерского хозяйства, начало его деятельности, их ждет напряженная работа с графиком 24 на 7. Сплошные хлопоты и переживания за урожаи, привеса и надои. Но все равно идут на это. Видимо, все оптимисты. Вот и герой нашей программы такой же. Добрый день, уважаемые поклонники творчества семьи Малыгиных. Мы ведем свой репортаж с нашей семейной фермы. Меня зовут Малыгин Игорь, мне 38 лет, из них 39, я в сельском хозяйстве. Учился здесь и жил до 9 класса. Затем переехал в Чернухово, в лицей в Арзамасском районе учился. И без экзаменов поступил в Арзамасский педагогический институт на исторический факультет. Закончил его и остался работать. 8 лет работал на кафедре физической культуры и спорта. Так историк, преподаватель, отец двоих детей, мастер спорта международного класса, стал фермером. Причем, видимо, большее впечатление получил от продажи фермерской продукции. Лет 5 назад открыли две точки на Арзамасских рынках торговые. То есть уже туда стали возить продукты более глубокой переработки. Творога, сыры, сметана, масло. В общем, все так вот продолжалось. И вот 11 марта 2024 года я оформил свое хозяйство КФХ. Малыгин Игорь Евгеньевич получил грант, выиграл. Сумма пока неизвестна, но стоимость его была 8 миллионов 888 тысяч. Школу фермерства Игорь Малыгин, собственно, начал проходить с 2012 года, когда его родители, отец-механик в колхозе, мама-библиотекарь, решили организовать фермерское хозяйство в Дивеевском районе, потому что развалился местный колхоз. В 2012 году я в журнале «Сельская ночь» прочитал про семейные фермы. И меня этот вопрос заинтересовало. Не было такой большой поддержки, как сейчас. Просто вопрос только разрабатывается. Ну, я заинтересовался. Поговорил дома с женой, с детьми. Они говорят, давайте попробуем. Получили миллион, пошло молоко. Первое молоко, конечно, мы начали продавать. Подивеев начали весь Дивейский район снабжать молоком. Все садики, школы. Ну, полностью молоко расходилось. Начинали Малыгины родители с 20 коров. Сейчас у них полторы сотни. Продают молоко, сметану, творог, сыр. Около тысячи потребителей покупают именно их продукцию. Евгений Малыгин говорит, это потому, что их коровы как домашние. Для них и корма лучшие, и отношения не то, что на огромных комплексах. Чем мы отличаемся от агрохолдингов? У агрохолдингов есть цель. Надоить от каждой коровы 10, 11, 12 даже тонн молока. Это каждой коровы год дает. Я возвращаюсь в свое хозяйство. У нас такой цели нет. У нас щадящий режим. Вот сейчас буду степенно доказывать. У нас, например, корова живет 7, 8, 9, 10 лет. В холдингах там 3-4, ее на пенсию. Все, она выдавила. Наши коровы, мы больше ей не хватим. Она у нас дает 5, максимум 5,5. Чтобы добиваться больше надоев, ее нужно пить, пить каждыми добавками. Ну, просто организм у нее тоже не железный. Это все с конца. А у нас корову дают, и молоко они дают жирное. У нас, например, жир меньше 4 не бывает. А у нас натуральное молоко, которое там через 3 дня уже делают сметаной и творогом. Кто понимает это, они ценят, они ждут. Вот, например, ежедневно мы обслуживаем почти 1000 человек ежедневно, вот пользуются, ест нашу продукцию. Но не надо забывать, что фермерство – это бизнес. Здесь можно легко прогореть, если не учесть его законов. У Малыгиных все по бизнес-формуле. Плюс, вот, например, опять молоко. Опять три варианта. Часть на завод сдаем, часть уличной торговли, свежего с натуральным молоком. И часть переработки. Тоже три подсеркновения. С заводами проблем будет, все, у нас развита уличная торговля. Уличную торговлю прикроют, может, там какой-то, что ли, у нас их завод. Вот все это нужно просто считывать, тогда у себя будет все. Вот как ни крути, а главный фермер в этом большом хозяйстве отцов и детей – Марина Малыгина. Она в 2012 году сделала судьбоносное решение и работу в библиотеке сменила на коровник. Спрашиваем, что самое сложное. Вставать в 4 утра. Самое сложное. Принимать отелы, делать уколы, лечить, кормить, телят поить. Маленькие телята телились, им нужно молоко, такое количество, такое, такое. Дальше идет процесс уже сухое молоко, дальше идет уже, это уже другое совсем. Зерно, мельца, посыпка. Нужно этому столько дать, этому столько дать. Это тоже своего рода наука. Игорь Малыгин, обладатель Гранта, планирует завести не меньше сотни коров, построить роботизированную ферму и продвигать торговлю своими методами. Покупать еще нужно образовать. То есть я же тоже не понимаю, ну вот мне запчасти к машине какие-то дадут, два подшипника, ну чем они отличаются? Ну я без понятия, давайте, которые дешевле. И, соответственно, я думаю, что в сыре тоже так. То есть нужно сначала разобраться, сначала изучить тему. То есть кто, наверное, пытается разобраться, он приходит, он приходит. Но я искренне думал, что вот я сейчас привезу за 500 рублей сыр, он там самый, я дешевле в стране у нас не видел, и готов там сколько угодно его привозить, но отклик не нашел такой масштабный, что вот смотрите, вот у него какой. Есть сыроварня, которая за 2 тысячи, за 3 его продают, такой же сыр. Ну и люди думают, что там хороший. Даже вот в эту сторону играет, что более дорогие сыры, значит, они лучше. Мне на самом деле приятно, дарить приятнее. У меня вот такое чувство, что я получаю больше удовольствия, когда не получаю, а отдаю.